Там какие-то штуки, типа пластины, там на батарейке он работает. Полное название прибора, который купила Галина Евгеньевна, звучит так. Электростимулятор транскраниальный, импульсный, биполярный, доктор ТЭС-03. Недобросовестные продавцы чудо-техники, которое якобы излечивает от всех болезней, сначала собирают пенсионеров с нескольких подъездов на улице, представляются сотрудниками социальной службы, а потом идут по квартирам и навязывают свою продукцию. Где-то утром позвонил в дверь, говорит, по работе с населением. Там, значит, уже некоторые и собрались, вот они про эти приборы стали, ну, говорит, что в аптеках они стоят 35 тысяч, что ли, а у них они по 7-800. Ну, думаю, ладно. Я вообще, мы не хотели брать. Так этот, ну, молодой, потом сам с нами пошел, и это... Ну, в общем, короче, только одно скажу, что они даже не дали подумать. Пенсионерка купила прибор две недели назад, но за это время так и не решилась его опробовать, хотя продавцы ее заверили, он помогает даже при диабете. Другая пострадавшая, тоже пенсионерка, Зинаида Звонарева, стала счастливым обладателем чудо-прибора в минувшую пятницу. Женщина говорит, что она даже не помнит того момента, когда передала деньги, будто находилась под гипнозом. Встала, стою, а он все это, мне... Вы не перебивайте. И все рассказывает, говорит, говорит. Я потом ничего не помню. Как я, что я? И все, коробка на столе, он вышел. Не прошло секунды, я тут же пальто накинула, вышла, а он у другого подъезда стоит, разговаривает. Я говорю, мне это не надо, вы оставили. Это, говорит, вам? Я все оформил. Сел в машину и поехал. Я зашла домой, у меня, смотрю, кошелек вот здесь вот, на журнале. Когда я его вытащила, как я рассчитывалась, я не помню. Спустя два дня пенсионерка написала заявление в полицию. Не сама, помог внук. Обе пострадавшие описывают одного и того же продавца. Это мужчина примерно 30 лет, высокий, в черной куртке, с хорошо поставленной речью. 12 января данная гражданка обратилась в дежурную часть отдела МВД России по городу Перу-Уральску с заявлением. Заявление было принято и зарегистрировано. В дежурной части. В настоящее время в подделе МВД России по городу Перу-Уральску по данному факту проводится проверка. И в порядке ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ будет принято соответствующее решение. Как нам рассказали в Перу-Уральской коллегии адвокатов, правила продажи медицинских приборов очень серьезные и прописаны в законе. Когда такие товары продаются, они в обязательном порядке должны быть сертифицированы. Предприятие, которое торгует медицинской техникой, например, должно иметь лицензию на продажу такого товара. И продажа медицинской техники вот с рук где-то в подворотнях, где-то в квартирах, как приходят к пожилым людям, она просто недопустима. Как показывает практика, лучший способ обезопасить себя от мошенников – это просто не открывать дверь посторонним людям. Если придут, то же давайте, давайте отсюда. Мы уже накололись сейчас. Но они, наверное, больше к нам уже не приедут, я думаю. Алексей Николаев, Влад Черноусов, Интера ТВ.